Девушки отдыхают 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 Мэри Пикфорд? Только не гладь. А теперь вниз. Похоже, ваш факел вот-вот потухнет, мисс Пикфорд. Он еще достаточно горячий, чтобы спалить дотла этот притон, Таннер. Физика решает. Что это за шоу? Какой шоу? Я ничего не слышал. Вы хотите вернуть меня обратно в три... Да, это было удачно. Осталось совсем чуть-чуть. Посмотрим. Оружие заряжено. Осталось только выстрелить. Может, у нас получится найти мирное решение? Оружие заряжено. Осталось только выстрелить. Ну давай же. Твое последнее слово? Чтоб ты в аду сгорел, Таннер. После вас, мадам. Давай же ты, черт. Ха! Что ж такое? Ну ты кто такой? Я отвлекаю тебя, придурок. Отличный удар, док. Только Кларе не рассказывай. А то решит, что я подаю плохой пример мальчикам. А где Эдна? Док, она убежала. Делориан Эдны. Нужно остановить ее, прежде чем Делориан разгонится до 88 миль в час. Ладно, это беспокоиться не о чем. Ты умная женщина с твердыми моральными ориентирами. Тебе просто надо придумать, как выбраться из... Ай, черт! Что она делает? Наверное, шлет на проклятие. К счастью, дорога из Хилл-Вэлли в 1875 году еще очень плохая. Вряд ли в ближайшее время Эдне удастся выжать на ней 88 миль в час. Как нам остановить ее? Хороший вопрос. Причинять вред ей или машине нельзя. Мы рискуем еще больше изменить линию времени. К счастью, диагностические индикаторы, которыми другой я увешал весь Делориан, подали мне идею. Вот, держи. Это что? Модули синхронизации магнитного потока. Как они работают? Обычно я использую их для техобслуживания. Но мы, наверное, можем применить их и для синхронизации с диагностическими модулями альтернативного Делориана, тем самым объединив временные контуры в сеть и поменять точку прибытия Делориана Эдны. По крайней мере, так в теории. Прекрасный план, я думаю. Главное, нам не нужно приваривать эти модули к каркасу. Можно просто прицепить их прямо на индикатор. Минутку, док. Ты хочешь, чтобы я отправился туда? И как, черт возьми, мне это сделать? Хороший вопрос. Дай подумать. Ага. Летающий скейт. Он уже не один раз выручал нас прежде. Так почему бы не использовать его и сейчас? Клево. Ты в порядке? Это как гонять на мотоцикле. Ты готов к прыжку? Готово, да. Один, два, три. Прыжок. Ого. Отлично, Марти. Прием по беспроводной связи уверенный? Отличный. Где ты их взял? Из верновских запасов игровых консолей. 21-й век. Запомни, тебе надо прикрепить модули синхронизации к тем диагностическим индикаторам. Годится, да. Заберто. Заберто. Отлично. Хорошо. Теперь направь синхронизатор на приемную антенну. Я постараюсь, но тут не слабо трясет. Круто. Один синхронизатор потока готов. Два на очереди. Ядерный реактор. Можете его отключить? Не трогай. Игры с ядерным реактором не самая хорошая идея. Прочь! Убирайся! Заперто. О, блин! Убирайся! Ах! Ах! Отлично, Марти. Превосходно. Теперь воспользуемся модулем переквата потока, пока она не усложнила всё окончательно. Как будто до сих пор она что-то нам упрощала. Ну, была не была, да? Ух ты! Идеально! Теперь направь синхронизатор на приёмную антенну моего Делориана! Приёмная антенна! Приёмная антенна! Проверка! Приёмная антенна! Мы почти дома, Марти! Остался последний синхронизатор! Связай с моей машиной, хулиган! Заперто! Ах! Камка! Синхронизатор. Камка! Камка! Он синхронизировался и... Эдна, что? Пусти меня Хочешь влезть? Отлично Марти, ты в порядке? Не совсем Что? Тормози Нет Отлично, Марти Теперь, когда ты на крыше Гелориана Можешь прикрепить синхронизатор к верхнему излучателю потока Круто, да? Застряла Не беспокойся, Аскейти Надо синхронизировать последний модуль Хорошо Откуда, Марти? Откуда, Марти? Под этим показаниям временное сцепление с Гелорианом Эдна уменьшается с катастрофической скоростью А по-человечески, да? Мы должны вернуть Эдну домой Сейчас же! Держись! Субтитры создавал DimaTorzok Паркер! Значит, я вернулась в... Будьте добры и не подскажете, какой сегодня день Сегодня тот самый день, когда я арестую вас за поджог, сопротивление властям и за то, что вы уже всех тут достали Нет, вы не можете меня арестовать Не сейчас, я только что вернулась из прошлого века Вы только посмотрите Эдна Стрикланд пьяная в стельку Я не пьяна, ты мерзавец! Я путешественница во времени Конечно, конечно Вот это мне нравится Тебе нужны доказательства? Пойдем, если ты захочешь, мы сможем изменить любой день Все исправить Пожалуй, начнем с протрезвления Вперед, пройдемте в участок Можешь занять мою койку, куколка Я лучше умру Перестань! Отпусти меня, кретин! Ну, думаю, Эдна этого заслужила Да, вполне возможно Знаешь, тот, кто придумал фразу «Время лечит», ничего не знал о путешествиях во времени А что нам делать с Делорианом? Ничего После того, как мы синхронизировали контуры, энтропия распада временной линии в Делориане Эдны стала нарастать в геометрической прогрессии По моим подсчетам, временная линия исчезнет через пять, четыре, три, два, один, сейчас! Что за черт? Эй, Паркер! Ты ни за что не поверишь! Ну что я тебе говорил? А теперь давай покинем тридцать первый год Постой, док! Временная линия еще не исправлена! Смотри! Майкл! Ты пропустил такой фейерверк на выставке! Да, знаю! Подождите, я кое-что про вас слышал Наверное, уже можно рассказать Па-бам! Прошлым вечером Арти возил меня в Рино! Вот и как сохранить секрет в Хилл-Вэлли? Ты собираешься нас поздравлять или как? Значит, это правда! Мой дедушка женился на другой бабушке! Мне конец! Эй, с тобой все в порядке? Ты не очень-то хорошо выглядишь Арти, тебе нельзя этого делать! Ты не должен жениться еще пять лет! Но у нас с Трикси все развивалось довольно медленно! Но после того, как эта стерва Эдна добилась моего увольнения из-за открытки, мы решили поторопиться Открытка? О, боже! Но это неправильно! Я понимаю, что неправильно жениться на девушке из Канады Для того, чтобы она получила разрешение на работу, но Чего только не сделаешь ради любви! Ах, ну разве он не милашка? Вы, вы видите меня насквозь? Нет, я так и не смог тебя понять! Думал, что ты будешь рад за нас! Ты не понимаешь! Ты должен жениться на Сильвии Мискин! Но я и женюсь на Сильвии Мискин! Что? Ты же не думаешь, что Трикси Троттер моё настоящее имя? Не падай в обморок! Для меня это тоже было неожиданностью! Постой, ты бабушка Сильвия? Бабушка? Эй, сколько по-твоему мне лет, малыш? Ну, ты такая худая и светловолосая... Да, просто... Господи, я же видел тебя без одежды! Ты Сильвия... Ты в порядке, парень? Да, я в полном порядке! Прощайте, ребята, и счастливого медового месяца! И не беспокойся об отце, Арти! Я уверен, что он изменит своё мнение! Мнение насчёт чего? Эм, насчёт женитьбы! Кажется, тогда возле школы ты был от этой идеи не в восторге! Это было до того, как я её увидел! А кроме того, как говорил мой дорогой папаша Шеймус, нет смысла сердиться на то, чего не можешь изменить! Честно говоря, теперь я и представить себе не могу невестке лучше, чем очарователь... Оооо, спасибо, папа! А что, до тебя, парень? Я буду признателен, если ты не будешь лезть в дела Макфлаев! Рад был познакомиться, агент Корлеоне! Пока, Майки! Пока, бабушка! Знаешь, у меня было несколько фотографий Трикси в тридцать первом... Эй, ты про мою бабушку говоришь! Мы снова в Старом Добром, 1986-ом! 14 мая? 15-е! Лучше оставить временной промежуток, так будет надёжнее! Похоже, распродажа имущества ещё продолжается! Ты не хочешь остаться, док? Нельзя позволить банку продать всё твоё старьё! О чём ты говоришь? Продажа имущества? Банк? Я ещё жив, Марти! Мы с Кларой просто распродаём барахло, вот и всё! Распродаёте барахло? То есть... Марти! Ты вернулся! Привет, док! Распродаёшь фамильные драгоценности, а? Не совсем! Но надеюсь, ты нашёл там для себя что-нибудь? Кстати говоря, ты нашёл то, за чем отправлялся? Ага, определённо нашёл! Здорово! Это что, собрание Азимова? Давай кое-что выясним. Ты хочешь сказать, что сейчас живёшь здесь? В 86-ом? Ну, естественно! Часть времени мы с Кларой проводим здесь. Разве не так всё было, когда ты уезжал? Нет. Странно. Не представляю, если б меня здесь не было. В конце концов, мне нужно присмотреть за фондом моего покойного отца. Если б меня не было, кто бы тогда вручал стипендию Эрхарда Брауна молодым учёным? Что-то забавное? Я объясню тебе позже. Не понимаю, что такого смешного в семейном наследии. О, чуть не забыл! У меня для тебя кое-что есть! Поздравляю с окончанием школы! С окончанием? Но это же не очередное... Макфлай в Хилл-Вэлле. Невероятно подробная история твоей семьи. От прапрадеда Шеймуса до нынешнего времени. Ты путешествовал во времени, чтобы составить её? Ну, большинство исследований прошло гладко. Вот только твоя бабушка, Сильвия, оказалась той ещё загадкой. Так вот, почему ты возвращался в 31-й год, чтобы найти её? Именно! Кто же знал, что она поёт в кабаке, да ещё и под псевдонимом? Отлично, док. Спасибо. Это самое меньшее, что я мог сделать для человека, который уберёг меня от худшей ошибки в жизни. Йохо! Доктор Браун! Эдна? Энни! Что происходит? И что ты делаешь с моей собакой? То же самое, что делаю каждый день, глупый. Подобные упражнения ему просто необходимы. Не так, Лейнштейн? Эй, куколка, пора нам сходить перекусить. Иду, милый. О, мистер Макфлай, вы не видели моего пасынка? Биф! По-моему, ты опаздываешь на встречу. Что? Чёрт! Вы правы, мистер Макфлай! Привет, Марти! Славная семейка, верно? Ни за что не скажешь, что они познакомились в тюрьме. Не говори ничего Давай тихо пройдем в лабораторию и будем надеяться, что обойдется без сюрпризов Девушки отдыхают Нет, с нами все в порядке, но вот наши праправники, они... Какого черта? Святые угодники! Док, ты должен отправиться со мной, назад! Не слушай его, док! Ты должен помочь мне, если хочешь спасти Дженнифер и дюжину наших детишек! Что? В этой линии времени была переписана пять прыжков назад! Да, откуда здесь еще два дня? Понятия не имею По всем законам, пространственно-временной континуум обязан был лопнуть, как мыльный пузырь! Уже сделано! Мы с моим злым близнецом пытаемся объяснить, что будущее полностью уничтожено! Ты должен отправиться со мной и спасти его! Нет, я! Что ж... Наконец-то мы встретились Ты слишком часто менял мою временную линию Что происходит, док? Что ж, похоже, у нас на руках дилемма Или даже три Да, док, но... Которая из них настоящая? Разве это не очевидно, Марти? Идем! Приготовься исчезнуть! Док, стой! А как же пространственно-временной континуум? Да, как насчет моего будущего? А моя? Будущее никуда не денется! Нам нужно разобраться с настоящим! Куда, да? Удивите меня, мистер Макфлайн! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok